Аквариумистика развивается очень быстро, усовершенствуется оборудование, аквариумисты находят все новые и более продвинутые подходы к своему любимому делу. В наших аквариумах появляется все больше новых рыб, которые раньше не встречались в аквасалонах и на птичьих рынках. Рыбка, о которой сегодня пойдет речь, уже не нова, но все еще не так популярна и редко встречается в аквариумах любителей. Встречайте в юн восьмиполосы. Научное название этой рыбки – октозона серпентикобитис. Иногда называют просто октозона. От латинского окта означает 8, а зона означает пояс в отношении цветового узора на теле этого вида. Вообще есть три вида этих рыб. Данный восьмиполосы в юн отличается от своих собратьев рисунком на теле. Естественно, в первую очередь это темные полоски, которых, судя по названию, должно быть восемь. Однако встречаются и семиполосы, и эти самые темные полоски гораздо шире, чем у других двух представителей. В живой природе обитают водоемы Хитая и Лаоса. Они являются эндемичным видом для этой области. Стоит заметить важную деталь, которая понадобится для идеальных условий содержания этой рыбы в аквариуме. Здесь, у себя на родине, они встречаются только лишь в реках с быстрым и очень быстрым течением. В скалистых и каменистых грунтах. Естественно, вода здесь прозрачная, по крайней мере, до сезона дождей. А растительность практически отсутствует. Исключением является водорослевое обрастание на камнях. Более того, в реке с быстрым течением нет веток, коряг и всевозможных листьев. Ну и, конечно, исключением является мимо пролетающей и уходящей вдаль случайно попавшая органика. Субстрат состоит из песка и гравия. Ну и, конечно, пейзаж из валунов. Создавая дом для этих восьми полосок вьюнов, конечно, нужно учитывать то, как они живут в живой природе. Более того, на мой взгляд, биотопная аквариумистика в этом плане самая правильная. Однако, я лично встречал аквариумы с этими рыбками, в которых расположены, например, коряги. И могу с уверенностью сказать, что пусть им такой декор и не свойственен, но они очень любят на коряге поваляться. Вьюн восьми полосы рыбка некрупная. Средний размер, которого она достигает примерно 5 сантиметров. Эта донная рыбка большую часть времени она проводит на дне аквариума и ей, естественно, не так важна глубина емкости, как площадь дна. Кстати, оптимальная глубина примерно 25 сантиметров, а объем аквариума 60-80 литров. Для создания идеальных условий в качестве грунта лучше всего подходит крупный песок и мелкий гравий. Причем эти рыбки любят в нем порыться. В качестве декора используют крупные камни, желательно окатанные, не имеющие острых углов. Допускается размещение коряк. По возможности из камней сделайте лазейки, маленькие расщелины и пещерки. Эти места будут излюбленными у вьюна. В уходе за этими рыбками не обойтись без тестов для воды. По крайней мере, точно понадобится следить за показателями нитратов. Восьмеполосы вьюн к нитратам очень восприимчив. И если вовремя не увидеть изменения в воде, то можно потерять эту рыбку. Из оборудования нам понадобится яркое освещение. Не бойтесь, если яркий свет будет провоцировать появление водорослей. Они нужны на камнях. Именно так создаются идеальные условия. Многие аквариумисты, скорее всего, зададутся вопросом, зачем они нужны и можно ли без них обойтись. Действительно, в своем хобби мы чаще боремся с водорослями, и это даже вошло в профессиональную привычку. Но природа порой не согласна с нашими решениями. Если говорить об идеальных условиях содержания, а приближенных к природным условиям, то без водорослей не обойтись. Но в целом, это, конечно, не принципиально. Вьюн восьмиполосы сможет прожить и без них. Музыка 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 Помимо освещения, необходима хорошая фильтрация и в идеале это внешний фильтр. Однако, не стоит забывать и о течении. Для того, чтобы создать течение в аквариуме, лучше всего установить отдельную помпу. Температура воды, которая необходима для содержания этих рыб, колеблется в диапазоне от 20 до 26 градусов. Соответственно, если в квартире или доме нет резких перепадов температуры, вода держится в этом диапазоне, то можно обойтись и без обогревателя. Но что точно лучше установить, так это аэрацию. Не забывайте про чистую воду. Чистая вода – залог успеха содержания восьмиполосых фьюнов. Стандартная чистка небольшого аквариума должна проходить не реже, чем раз в неделю. Но даже если вдруг у вас нет времени на чистку аквариума по различным на то причинам, сделайте хотя бы просто подмену воды. Подмена воды должна быть примерно 25% от общего объема аквариума. Приемлемые показатели воды – PH от 6 до 7, GH до 10. В кормлении особо неприхотливы. Пробуют есть все, что падает на дно аквариума. В живой природе обычный рацион состоит из насекомых, ракообразных, мелких червей и другого зооплантона. Могут полакомиться и растительной пищей, но она не является основой рациона. В домашних условиях содержания неплохо подходит корма для самов. Но как бы там ни было, периодически стоит давать живые или замороженные корма. Это может быть мотыль, трубочник, артемия и так далее. Разводить в домашних условиях я ее еще не пробовал. Но если пробовали это сделать вы, обязательно напишите об этом в комментариях под этим видео. Буду вам очень благодарен. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. А чтобы не пропустить новые выпуски, обязательно жмите на колокольчик. До новых встреч в новых видео на канале Пар. Субтитры создавал DimaTorzok